Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Не стучите колеса, кондуктор нажми на тормоза, я к маменьке родной... Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное на платформу, они уже заждались. Я буду там, и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертаться, бабушка, здорова! Вот стоц, перевертаться, кушает компот! Вот стоц, перевертаться, ей мечтать снова! Вот стоц, перевертаться, переезжать налет! Извини, Артем, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прости, парень, пока не могу тебя пропустить. Прекрасная музыка. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить френовую тучу патронов за эту штуку. Точно не жалеешь, что купил ее? Ты же меня достал все это, чего я терплю! Говорила мне, мама, держаться от тебя подальше! Говорила, что ты дебил, неудачник! Мама, ты была права! Твоя мамочка тебя не слышит там, в аду, так что заткнись! И кому от кого нужно было держаться подальше, я бы поспорил! Ну ладно. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, ээээ... Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажет, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама уже вернется? Скоро вернется. Обязательно вернется. Видела бы она, как ты вырос. Черт, приснится же такое. Опять снилось, что я на поверхность попал. Слушай, хорош уже рассказывать мне эти кошмары. У меня своих хватает. В ближайшие пятьдесят лет нам не грозит подняться на веру. Так что, спи спокойно, дорогой товарищ. Ну вот, этот мужчина, такой он позамкнул, оборачивается ко мне и говорит. Девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Ну а я ему, что же ваша жена так не готовит? А он мне, ну вообще-то, я как-то не женат. Ой, прелесть какая. Ну так давай, подруга, вперед, с песней. Никого нет дома. Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да и от тебя подванивает. Ну и посмотри-ка, кто тут такой чистюля. Это под ноги смотришь, заслезил. А убирать кто будет? Вот я б тебя харе в грязь тумакнула. Пробаливай, Артем. Станции будут так же совместно действовать в вопросах торговли, связи, ресурсов. Тебя никуда не отходи. Знаешь, как я за тебя балкну. Никогда, никогда больше не делай так. Хорошо, пап. Извини, я больше так не буду. Эй, ты, иди-ка сюда, мертвый человек. Погутарим, Ванюха. Не болтать, ясно? Иди, Артем, иди. Нечего тут ошиваться. Тюрьма для воров. А ты честный человек. Ну а че? Ну поймали, ну посадили. А что, у меня выбор был. Жрать-то надо что-то. Господи, ну за что это нам? Ну скажи, что с ним все будет хорошо. Костя, ну что ты сидишь? Хоть бы пошел бы на рынок. Вдруг сегодня антибиотики привез кто? Да найди ты эти чертовы деньги. Артем, прошу тебя. У меня сын болеет, Антошка. Ты не мог бы, неловко как, хоть пару патронов дать нам на лекарства, а? Я тебе верну, как только смогу. Спасибо, Артем. Есть еще добрые люди. О, посмотри, реальный шлем. Ломом не прошибешь. Пули отскакивают. То второй тоже ничего. Но это так, эконом. Догоняй, я первый выстрел. А вот это то, что надо. Да, вот это тема. Что-то не очень ты ценишь свою жизнь. Ничего, сэкономишь на шлеме, потратишься на похороны. Правда, дороговато как-то. Чувствуйте себя как дома. Выбор пушек у нас отличный. Как на даче у генерала. Шутка. Старая бессмысля. Нет, что-то мне в нем все-таки не нравится. Да ничего лучшего вам не найти. Поверьте мне, я искал. Не думай. Давай, проходи, не задерживайся. Заведено при охране каравана. Дозорная надрезина. Авангард пешком идет впереди. Проверяет туннель. А Регард замыкает. Все эти слова понимают. Ну так, такой защиты хватит точно. Короче, однажды шли мы как-то в сопровождении такого каравана. Двое впереди, трое надрезинах. Один сзади замыкающий. Все было нормально. Но потом, черт я знает, решили срезать через боковое ответвление. Командира нашего, ну и реально, черт за ногу дергал. А там, в этом туннельчике, туман стоит. В двух шагах, ничего не видно. И звучки какие-то такие странные. Но чтобы в тумане не потеряться, мы замыкающего нашего, который последнейшую, обвязали канатом с опросом. А второй конец дали одному из тех, кто во главе как-то вышел. Ну, все правильно сделали, по инструкции. Можешь теперь эту инструкцию засунуть тому, кто ее писал. Знаешь куда? Идем мы, не видно ни черта. И где-то посередине этого межтуннельника что-то за этот канат, как дернет. Мы зовем замыкающего. Ничего, тишина. Талян, он посередине будет, тащит канат. А он будто откушен кем-то. И слюни какие-то на конце такие. Замыкающего, понятно, больше никто не видел. Талян все, кто не с кем-то взгляд работает. Господи, боже мой. Так что у меня теперь свое правило. Сколько ни набери с собой бойцов, если смерть с косой придет за тобой, ничего не поможет. В большом отряде даже хуже. Путаница, люди по своим порядку. Отступать нельзя, надо раненых тащить. Я теперь один хожу. Редко когда с напаркой. Все самое свежее. Все равно не поможет. Подходи, выбирай. А мы, понятное дело, перегоны между Сухаревской и проклятой Туркеневской. Там все по-особенному устроено. Поросячьи уши. Засолите к браге свежие уши. Еще сегодня утром они слышали. Из хорошего автомата, считай, нету солдата. Подари себе пистолет. Пистолет, заставь себя уважать. Мужчина, ну гляньте, какая вырезка, а. Ну, сынок, что тебе купить? Ну, давай, сынушка, выбирай себе подарок. Мячик, и цветные карандаши, и конфеты. И карандаши можно? Хе-хе, по рукам. Но только если ты будешь хорошо себя вести, договорились? Слушайся маму и не обижай ее, хорошо? Опять нажрался. Давай, вставай, скотина пьяная. Копыта, свинячий копыта. Что тебе надо, Засим? Ты кто вообще? Ты кто, дурочка? Сколько можно синячить? Клинусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хама. Ну, что там скидка? Ну-ка, отвали. Ну, давай, двигай. Господи, с алкашом ведь живем. Свинина, свинина. Да отстань, я сам пойду. Потому что я гордый. Эх, женское счастье. Был бы милый рядом. Моросять и уши, засолите к браге свежие уши. Сейчас сегодня утром они слышали. У меня выбор, как в Пентагоне. Шутка. И все довольны. Это как у укладчика парашютов. Никто не жаловался. Шутка. Но хотите, идите к другим. Там дешевле, и железо все ржавое. Да у тебя на прошлой неделе тоже самое вдвое дешевле. С скидкой. Как, как это могло со мной случиться? Я их всех потерял. Весь свой отряд. Все мертвы. А мне зачем жить? Я все потерял. Все потерял. А это еще кто? А? Это ты, Артем. Слушай, а дай поспать, а? А то мне скоро на дежурство. Все самое свежее. Отходи и выбирай. Привет, Артем. Слушай, можно я тебе твою княженцу завтра отдам? Не дочитал еще. Ты че, Артем? Ты че, блин, в туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружейную и прибарахлись как следует. Привет, Артем. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? А ты типа родился с калашом в руках. Солдатами становятся? Ни черта не так. Есть люди, которые торгашами рождаются. Или шлюхами. Солдат это призвание, понял? Да брось. Родился с двумя руками, двумя ногами и одной головой, что намного важнее. Значит, годен к воинской службе. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Эй, Артем. Тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки. На всякий пожарный. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Стреляет криво. Продолжение следует... 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 Береги себя. Все, готово. Теперь опускай. Черт, спил за мной. Спил за мной. Еще один. Слышь, тогда им не хватит дышаться. Работай сам без перекуров. Пловлик. Здоровенький был, Артемыч. Ягды. Привет, Тем. Поросенка не хочешь приручить? Ну или там усыновить. Недорого. Лестницу держите в паралитике. Крепче. Да нормально я держу. Слышь ты, командир. Нет, ю-бо-ю, тут не люди, а макаки, мутанты какие-то. Держи лестницу, я сказал. Понял, понял. О, к каравану присоединяешься. Ну, удачи. Артем! Готов? Тогда двинули. Своё изобретение – главное орудие убийства на планете. Это похуже, чем быть тем доктором, который придумал билетин. По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Всё, затарился? Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придётся поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну всё. Удачи всем, кто остаётся дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики. Поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошварнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. И опасно. И это ещё круче.